Интерпелляционная формула Ньютона. Давайте сначала разберу пример. Пусть, чтобы потом уже было кто-то проверить, конкретно, например, считать x-x2, x-x2, x-x1. Например, мы учли 1, 2, 5, 7. Случайные числи, потом мы взяли другие. Значения, как мы посчитать, в таких точках. Что значит интерпелляционная формула Ньютона? Мы потихонечку строим новички. Они. Сначала добиваемся, чтобы по 5 точек значений было какое надо. Минус 1. Но для этого никакие x не нужны. Просто постоянные новички минус 1. Ну, я думаю, надо сделать так, что и следующие. Поэтому, а здесь кофициально 0. Минус 1 обслуживает, на самом деле, первые две точки. Отлично. Дальше нужно, смотрите, что это делать. У нас уже есть 5 человек, которые применяют значения здесь. Поэтому, чтобы получить этот многочерк, который пройдет через 1, 2 и 5, нужно сделать так. Нужно x-1, x-2 и еще 0. Почему? Потому что в точке 1 этот общий кричок должен 1 минус 0. В точке 2 он должен кричок. А вот в пятерке он даст нам как раз то, что нужно. Это число 72. И точно дальше можете проверить это, что если прибавишь x-1, умножить x-2, умножить x-2, умножить x-5 с коеффициентом 1, то получите, как сказать, все сколько я получил процентов на качке. Пока не очень понятно, что он не хороша в этой системе. Ну, то есть тут понятно, что эти умножения имеют смысл. Но и вот это вычисление, оно только достаточно все-таки тяжелое, на дорогу индукции. Оказывается, есть красивый вычисленный прием, который мы с вами увидим, который позволяет не уписываться, а ко мне не страткость от этого. Поехали. Общая задача. Это ракционная формула нюн. Это формула, дающая ответ на следующий вопрос. Если есть попарно различные, я не знаю, здесь видите, для любого каверия уложения, если же не равно как бы x, даже не равно как бы x, если в ней различные числа x-2, 1, это 1, это 1, и любые числа, и 2, это 1, это 1, это 1. Требуется найти 0,4 F в степени не больше, чем N, для которого значение нашего многочередного и F в точках руководит те самые книги. Идея показана налево до следы. Значит, мы получим историю, начиная с постоянного многочереда, F в нулевое, ответственность или в нулевое. И после этого каждый очередной вычисляем по такой формуле, это уже вычисленный многочеред. Если вы не довелитесь, то, что по этой теме было достаточно многочередного х, а на то, что вы знаете, какие то были? Если вы использовали тех, кто вы понимаете, то есть тендерёрка на точке. Как правило, по этой теме. Я не знаю, что в этой теме, как в оскоре есть. Но когда мы находим, мы такой формы, как мы видим, мы находим на точке. Значит, я могу написать, что АКТ, это вот что такое, это F от XКТ минус F к минус 1 от XКТ, разделить на все эти множители, только когда вместо X написали XКТ, то есть XКТ минус XКТ, и XКТ минус XКТ, и так далее, XКТ минус XК минус 1. Это вовно то, что мы делали на левом этапе, я конкретно в числе. Теперь давайте, пожалуйста, задача, которая выяснили, в точности такая же, какая в интерфляционной формуле Лагранжа. Только получая другую. В случае Лагранжа, там записаны эти многочлены, которые равны соответствующему гибриду в точке, а во всех остальных точках равны и складывают такие наличия. Здесь, как видите, давайте думать, что нужно для того, чтобы это выписывать. На самом деле, нужны вот эти вот числа. Нужно фактически вычислить эти самые АКТ. АКТ зависит только от значений Y-ков и от Y-сов, вот это в первом русском, да? То есть, что такое АКТ? Понятно, что право, что такое АКТ? АКТ, то есть, что такое АКТ? Это, если посмотреть в этой формуле, это выглядит Y1 минус Y0 разделить на X1 минус X0. Ну, в принципе, не проблема выписывать, а второе и от третье. Тогда, так вот, от чего же, от чего же, от чего же они зависят? Давайте смотреть. Они зависят вот от этих индексов. Поэтому давайте сделаем так. Введем обозначение. Здесь мы будем писать не просто А1, а А1 от X0 и X1. Соответственно, вот это А0 будет от X0. И вообще АКТ, я, конечно, не писал, здесь число. Но давайте вот так писать. АКТ от X0, X1 и так далее. А1 есть 26 на месяц. АКТ входит в логику X0. Ну, собственно, здесь вот, когда в формуле X0 входит, а следующее, я скажу, что это интернет, X0 еще не входит. Так вот, тогда обратите, пожалуйста, внимание. АКТ – это симметрическая функция от этих ценностей. Почему? Да потому что, когда мы с вами ставим задачу обочисления многочленов X0 в КТ, то АКТ – это его старший коэффициент. А от того, в каком порядке мы ищем, ведь, в принципе, мы могли же вот эти вот точки, вот я взял 1, 2, 5, 7, а вообще-то, наверное, не так раз. Я могу сначала проехать через 2, потом через 7, потом через 1, потом через 1, и в другом этом. И все равно старший коэффициент получился бы то же самое, даже с самой единицей. Значит, вот это выражение, оно симметрическое. Вот это выражение, оно симметрическое. Но имеется в виду, что в Игорь был в медицинском, то есть там вы имеете в виду и в любое соответствующее. Откуда взять формул для Александра Аши? Один способ из интерпуляционной формы варежи. Потому что она дает ответ на задачу, а если будет ответ на задачу, то значит, старший коэффициент должен быть. Это вещество. Другой способ – это доказать замечательную лему о том, как связаны между собой вот эти вот Аши. Оказывается, пожалуй, я ему здесь вот напишу, важно, что разное отсутствие. Оказывается, если вы захотите, смотрите, А как плюс 1, ну, естественно, А5, ну, а из 3-го, а так далее, это x, 4-го, да? Нет, не x, 4-го, нет, не x, 4-го. А, 4-го, как разное число, значит, у ка-пус 1 чисел будет как разное, x, как разное. Оказывается, нужно сделать всего лишь то, что нужно взять, в Акаде от тех же самых чисел, только пропустить x-капу. Вычесть из этого Акаде от всех тех самых чисел, где не написано x-капусь 1, то есть то от x-капусь 1, и разделить это на разность x-капусь 1 и x-капусь 1. Вот я отвечу, это, на самом деле, англевое от единицы. Вот это число, это англевое от зонки, это англевое от зонки, а вот это англевое от семенки. И смотрите, что я сейчас могу сделать. У меня написано, я вычитаю и делю на 2 минус 1. Здесь здесь получается 0, и 0 это есть, а первое от единицы липунки. здесь я считаю, получаю 72, делю на 5 минус 2, то есть на 3. 72 делить на 3, это, по-моему, 4. Значит, сюда пишу 24, и это есть ампевое от 2 минус 2. Я сейчас аккуратно нарисую это вычисление. А разве нам нужно, во-первых, не от единицы и питья? Ну, я пишу, что получается такое. В принципе, порядок почтений может быть достаточно произвольным. Но если делать так, если вычисляет соседей, то почтение, естественно, приведет к любому. И тогда мне не придется рисовать какую-то пространство, схему этих ваших. Ну, у нас в формуле от x0 до x1 остаются неизменные, до x1 остаются неизменные, и меняются последние 2. Тогда как нам помогут 1, 22 и 5? Я уже посчитал на это число. Я уже посчитал на это число. Это у меня предпочтение внуки. Сейчас посчитаю следующее. Вот у меня все эти числы. Очень приятно. Как возникло число? А первое от единицы и пятерки? Я все нарисую схему. Большую и красивую. На части доспеха переписал. Леву мы еще не доказали. Но давайте, в предположение, что мы ее знаем, я покажу, как ей пользоваться. Смотрите, у нас были числа 1, 2, 5, 7. Это те самые металличесные двори с первой, с второй, с третьей. Значение нашего для члена это есть ангелевое отца предстоящего почки, ангелевое отец, двори, и дирек, и дирек, и дирек. Теперь числение. Берем разность значений, то есть из негус в ниц, мы читаем негус в ниц и делим на 2, минус в ниц. Здесь из 71 вычитаем минус в ниц, получаем 72, делим на минус в ниц. Из 239 вычитаем 71, получаем 168, и делим на сеть минус в ниц. Вот так вычисляется эта стручка. Отлично. Теперь смотрите, у нас 74 здесь 1, 2, здесь 2, 5. Отличие только в том, что здесь 1, а здесь 5. Значит, я вычитаю из 24 0, и делю на 5 минус 1. 5 минус 1 на 4, 24 2 на 4, 6 написал. Здесь то же самое, из 8 из 24 я считаю 20, 4, получаю 60, и дирю на 7 минус 2, то есть на 5 получаю 12. Ну и последний шаг. Из 12 6 и дю на 7 минус 1 получаю это. Где коэффициенты, которые на этот раз ехали, он забыл эти числа, минус 1, 0, 6, 1. Вот они, минус 1, 0, 6, 1. Так работает схема 2. решает тему, что не требует слишком больших подчислений. То есть каждая следующая строчка довольно понятным образом получается без предыдущей. Всего лишь надо взять разность и разделить на разность. Хорошо. Теперь что нужно делать? Один вариант. Это из формулы Лагранжи взять явную формулу для этих самхашек и проверить, что все хорошо. Вот это я сделаю, но я покажу, как это делать. Давайте я сначала покажу очень достойно доказательства вот этой формулы без использования композиционной формулы Лагранжа. Чтобы доказать Лемене, представим себе, что мы уже вычислили многочлен fk-1. То есть полностью обработанной точки из 0x1 и так далее fk-1 нашли такой многочлен, что его значение в этих точках это интересующий аст. Вот все значительно. И остальное в этих по м м м м м м и то есть нет не ч а н до 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 в точках вплоть до к-1. Поэтому, если вы вычтете из к-1 к-1, то все эти числа, если на любой х-1 или х-1, это витком, значит, он может делиться на х-0, х-1 и далее х-1. Когда многочленная степень, которая на 2 отличается от этого, то, что, в принципе, у вас нужен нулевой коэффициент, но, как я говорю, то, какая она в общем случае считает, то у нас все-таки должно быть отличие. Вот здесь и степень не настоящая. Здесь настоящая степень карта. Может быть, что альфа равно, ну, запросто, и даже в этом будет управляться, но все-таки, когда вы на многочленной степень делите вот такой многочлен, то обязательно надо получить умение альфа, это какие-то числа. А теперь вопрос. Мы вот так вот просто сделали два шага. А если бы мы делали все-таки по одному. Сначала от х-1 км-1 перешли бы к х-1 км-1 к х. Тогда у нас добавлялся вот этот многочлен, только здесь стояло число. И что же это за число? А это должен быть тот самый перецент. Просто по определению схемы Мьютона. Это акатая числа рационаровой эксперты, когда я изгаблюсь к х. Замечательно. Точно так, если мы добавили не XKT, а добавили в XKT успех. В общем, и XKT, и XKT, это такое число. Главное, что этого требуется, чтобы оно не равнялось ни одному из этих чисел. А больше этого ничего не требуется. Знаете, мы говорим на одинаково. Прекрасно. А теперь вопрос, а все-таки, если сделаны два шага? Вы понимаете, что мы получим многочеркный, такого старшего эфициента, это альфа. И, значит, альфа, это и есть парка плюс первая, от X0, X1 и так далее, XKT, X1. Вот у нас здесь уже три альфа. Надеюсь, вы понимаете, что если мы из второго подчеркновения начнем первое, то в этом исчете, здесь нет альфа, может быть разности, и здесь нет разности. А это в точности то, что у нас в времени договорились. Мне кажется, что это такой самый естественный способ доказательства. Но я все-таки расскажу, как получать то же самое из интерпретационной формулы Гранжа. Формула Гранжа – это вот что такое. Многочлен, который во всех точках, кроме одной, равен, вот здесь стоит изменить X0, тогда здесь есть минус X1 и M. И вот пропущен множен техник с минус XKT, а все остальные есть. Чего замечательно? Если вы вместо X подставите XKT, то как раз такое знаменательство здесь написано, чтобы это была единица. Значит, при умножении на YKT и получите YKT. Админус Гранжа обладает способом, что оно во всех точках, кроме XKT, ну, во всех этих точках, мы смотрим на Донецк, равен нулю, а в точках XKT равно YKT. Вот тут решено Гранжа. Так, на всякий случай, я как-то забыл об этом сказать с самого начала. Надеюсь, все понимают, что многочлен и Магранжа, и Ньютона единственные. Ну, просто потому, что если тут было два, то их разность имела бы слишком много крайних. Понимаете, да? Скажем, если вы ищите на точке первой степени, проходящей через две точки, то он единственный, который учит свою ответ, и что может быть единицу, например. или ищите на точке первой степени, проходящей через две данные три точки. То же самое. Иначе разная была бы в многочленном степени больше, чем два, прощающиеся в ноль в трех точках. Ну, а это значит совсем так. Так вот, старший коэффициент получается очень просто. Здесь нам взять X, и вот он старший коэффициент. Потому что это YKT, здесь старший коэффициент единица. Но он вспоминает, чтобы друг друга и осталось. Это явная форма. И, в принципе, нашу ремену совершенно не проблема произносить. То есть вы выписываете явную форму. Для этого, для этого, для этого, эти разности. Я не буду дальше делать, но, честное слово, безусловно, все получится. В ход включения. И проблемы нет, потому что здесь каждое значение входит с понятным коэффициентом. То есть, именно так и рисунок не надо смотреть, а надо смотреть вот на Y. Вот такое, как и были. Хорошо. Это я объясняю про нобиранжи. Давайте я еще скажу про Вандермонда. Господа. Как ни странно, есть отношение интерполяционного форму нашей к формуле Вандермонда. Смотрите. Давайте посмотрим на такие определители. Напомню. Определитель Вандермонда. Матрица размером 1 на 1. Это просто единица. 2 на 2. Это вот такая штука. Можно проверить. В общем, не буду рассказывать. Завечает совершенно идея кососимметрической функции. То есть идея в том, что, как вы здесь представляете, это два столбца, то знак, какой определитель может измениться. А поэтому жуток должен быть кососимметрический. А если вы посмотрите на старший коэффициент, то получится что-то. Очень важное новое выражение. И есть большие разницы. То есть вот такого рода всевозможные попарные разности. Так вот. Та самая вещь, которая нас все время интересует. Это же просто отношение к его определителям. Смотрите. Мы пишем такой определитель Вандермонда. А здесь вместо последней знаки пишут те самые глубкие. Давайте объясним почему. Потому что если мы нашли многочлен, который принимает нужные значения, то можно вместо этих пример поставить этот самый fx0, fx1 и так далее, fx1. Замечательно. Но этот многочлен имеет старший коэффициент, и это более 26 степени. Но все более 26 степени при помощи вычитания строчек можно получить отрасли. И в результате у нас получился старший коэффициент и вот та самая строчка. Значит, через определитель Вандермонда все понятно. И между прочим, формула на правой доске. Если подумать, вот получается. Мы же можем разложить определитель по последней строке. И каждый раз мы скажем, Y то другой. В этом случае, там остался Вандермонда. Или Y1, там остался другой Вандермонда. И весь визит Вандермонда это всевозможное. Но когда умножается, то очень многие из них захотятся и вычитываются останутся только эти. Так, теперь еще две вещи. Во-первых, почему я это вообще стал рассказывать? Потому что в детстве я читал книжку «Монтогвардена», «Алка, совершенно замечательная книга», и там был рассказ про операционную форму Ньютона. И идти я понял, а все-таки почему же нам так все начислять в точности, я тогда не понял. И вот это все детское воспоминание, очень-очень детское, я все-таки решил, что еще какие-то дети есть, которые тоже люди очень понимают. Более того, у меня есть сын, который на первую очередь у них мат учится, он по своему учебнику должен был выучить это дело. Так вот, три дня назад пришел ко мне слова и не понимал. Вот я решил, как исти не только ему, но и всех. Это, мне кажется, достойно. Это не значит, что он, правда, плохой. И я, в общем-то, не собираюсь с кем пугаться. Наоборот, я книжку, наверное, очень люблю. Но мне кажется, что я это сейчас объясню, так что совсем-совсем-совсем все понятно стало. И последнее. И последнее. Давайте докажем ремину, основу на интерпретационной форме Ньютона, которая в чем-то похожа на формулу конечного превращения типа оранжа. То есть в анализе не разная формула. Давайте сейчас такую докажем. Пусть х0 меньше, чем 1, меньше, 1, меньше, 2, и так далее, меньше, чем х0, и какие-то прочие адресы. Причем функция n, то есть один разный, все другое на это вот здесь. Оказывается, тогда и одна вот такая вот формула. n – это тот самый многочлен интерпретационной формулы Ньютона или из какого-то окража, который вот в этих точках ровно такой же, как наша функция. Вот существует, я здесь не забыл, да, существует такая-то точка из интервала, что… очень советую посмотреть, что будет если n равно 0. Тогда у нас здесь будет линейный множитель. Здесь идет первая производная. Вот. А собственно, что такое будет f0? Это будет значение функции в точке x0. Фактически это будет формула конечного превращения. И это будет значение. Да, это будет доказательство высшей степени простых. Берем из функции f, вычитаем тот самый многочлен, который принимает нужное значение. И вычитаем еще x-100, потому что x-100, тогда это x-100, с каких-то кефициантов. Причем, смотрите, какое камень рейд, все равно эта функция в точках сольного плюс верха, когда x0 – это 0. Потому что здесь будет 0, а здесь не так подбирали fn. А теперь как выбираем так, чтобы f-шки в эту функцию? Ну, в наших предыдущих обозначениях это называется, сделаем еще один шаг. То есть в точках x0, кстати, это x-100, добавляем еще точку b. в точках x0. Ну, вот, есть как-то число так. i, j, j, это тоже 0. И у нас, естественно, какая-то цена из полетела. n плюс 1 точка, и еще одна. И функция во всех этих точках равна 0. А значит, можно применить теорию броли. Т.е. это где-то здесь есть один точек, где происходит 0. А потом еще раз применяем теорию броли. Здесь приходит 0, приходит 0. Значит, где-то здесь вторая приходит 0. Количество будет всего лишь уменьшаться. И в конце концов мы дойдем вот до этого. Потому что n, представьте, раз мы применим теорию броли. Значит, единственное, здесь я написал штрих, это слишком смело. Штрихов надо конечно терять на эту точку. Н плюс 1. Надо обязательно штрих. И, более того, внешность здесь ниже параграфа. Потому что это у нас динфинция штрихов. Итак, простите меня, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста. У нас найдется такая точка си, что n плюс 1, перезвонная в этой точке будет поменяться н. Да. Многочинар вот этот был в слишком маленькой степени. Поэтому, когда мы подифицировали т.е. т.е. девчонки си, т.е. 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 Таким был замечательный способ.